Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые друзья. Сегодня мы проводим очередной рейд по работе общественного транспорта. Но это не есть контрольное мероприятие в классическом смысле этого слова. Сегодня у нас есть представители перевозчиков. Для них это неожиданность какая-то. Контрольное мероприятие должно, наоборот, проходить неожиданно, быстро, чтобы не было возможности подготовиться. Для чего мы сегодня собрались? Здесь, наверное, больше перед собой ставим цель разъяснения, пропаганды борьбы с коронавирусом. Потому что в последнее время мы можем наблюдать такую ситуацию, что люди устали, люди расслабились. И в меньшей степени начинают соблюдать масочный режим, который в настоящее время обязательен для общественного транспорта. Это же самое я бы мог сказать и в отношении водителей, которые работают на линии. Потому что все мы ходим, ездим по городу, все мы обращаем внимание, что сейчас визуально количество водителей, которые едут в маске, оно стало значительно меньше, чем было когда-то. И то, что сейчас вот здесь все водители, которые приезжают на данную остановку, они в масках, не надо себя обманывать. Это, наверное, наши перевозчики подстраховались, зная, что мы сегодня с вами здесь будем работать. Что бы хотелось сказать. У нас в настоящее время утверждены вот такие методические рекомендации, они утверждены Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с Роспотребнадзором. И согласно ним, в режиме повышенной готовности, в котором мы находимся, у нас сейчас возможно размещение пассажиров в салоне транспортного средства непосредственно на соседних сидящих местах. То есть, согласно вот этих новых методических рекомендаций, возможно не полтора метра на данном этапе соблюдать социальную дистанцию, а находиться на соседних местах. Но обращаясь к перевозчикам, я хочу вам сказать, что неукоснительно нужно соблюдать графики движения, необходимо в обязательном порядке там, где должны быть автобусы, большой местности, чтобы они были. Недопустимо ради извлечения выгоды набивать людей в автобусы под завязку. Это, во-первых, и опасно для наших пассажиров, а во-вторых, это и не отвечает требованию комфортной перевозки. Поэтому мы сейчас будем особое внимание уделять соблюдению графиковых движений и интервалов. Сейчас вот на этой остановке, где работают автобусы Эндрис Сарас, я вижу очень серьезное замечание о том, что нет никакой информации, какие автобусы ходят, с какой периодичностью, здесь нет расписания. Поэтому вам всем до первого числа время, чтобы на всех остановках была необходима для пассажиров информация. Пассажир должен знать интервал движения, он должен понимать, через сколько придет тот либо иной автобус. Это я вас попрошу в обязательном порядке исполнить. А теперь хотелось бы еще отметить следующее. То, что по перевозчикам, я думаю, мы сейчас наступивно потянем, порядок наведем гораздо сложнее у нас ситуация с обычными гражданами, с обычными пассажирами. Справиться с ними практически уже, наверное, невозможно. Я предлагаю сейчас, будут же приходить какие-то автобусы, и мы посмотрим, примерно какой процент пассажиров соблюдает масочный режим, потому что, пользуясь тем, что здесь требуют массовой информации, хотелось бы еще раз обратиться к жителям, к пассажирам. Вирус ослабляется, но он все равно опасен. Соблюдайте масочный режим, это обязательно. Это общественный транспорт, общественное место. Здесь есть возможность достаточно тесного контакта с другими пассажирами. Поэтому в обязательном порядке нужно соблюдать масочный режим. Я понимаю, что всех заштрафовать невозможно, но это вопрос безопасности вас и ваших близких.